ДИМА ПОПОВ 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 От Аляски до Австралии. Симферопольские радиолюбители своей квартиры связываются со всем миром. Тургеневская скромность или страсти по Достоевскому. Как менялись эталоны женской красоты, расскажет Ирина Борилюк. 80% россиян регулярно читают книги стимуляции умственной деятельности, укрепления памяти, развития творческого потенциала, о пользе чтения в сюжете Стефана Филатова. Изобрести велосипед. 228 лет назад императору Александру Первому представили двухколесное транспортное средство. На сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького стартовал новый сезон. Чем удивят в этом году артисты, жители и гостей полуострова? Об этом и многом другом в эфире программы «Утро нового дня». А мы предлагаем начать это утро с хорошей новости. Так сказать, новость сложная, но начнем мы просто. Вы будете экономить деньги. Каким образом тариф на электроэнергию тепловую снизится до 2,3 тысяч рублей? То есть это действительно классно. И в общественной палате Крыма эту идею, так сказать, поддержали. Действительно уже с сентября. Ну а у меня есть еще одна хорошая новость. На полуострове продолжают решать проблему аварийных домов. Многоэтажных в первую очередь. Потому что все мы знаем, что практически в каждом регионе полуострова есть те многоэтажки, в которых ремонт не проводились не одно десятилетие, даже а два, а то и три. А в некоторых да еще больше. Но переселили уже из-за 119, точнее, 119 человек. И у них уже есть, можно сказать, новые дома. А вот кто-то только ожидает новоселья, в отличие от тех, кто уже собрал чемоданы. Ну пока одни переезжают, а другие пока, да, пакуют только свои вещи. И тем не менее, наши корреспонденты, они пообщались и с первыми, и со вторыми. Вот эта трещина появилась буквально в течение года. Вот она, вот в течение года появилась. А вот из-за вот этой трещины основной дом-то и плывет, потому что когда дом построился, еще был недостроен. Пятый этаж, на него упал кран. История дома в селе Долинном Бахчисарайского района началась в 1987 году. Фундамент готовили для трехэтажного здания, но материал оставался, и решили достроить еще два этажа. В результате такого нарушения дом стал аварийным с момента постройки. Пол квартиры текло, не капало, а текло. У меня даже есть фотографии, где пленки к потолку приклеили. А кухни? Чтобы в одну сторону хотя бы куда-то текли. Невозможно. Почти колотку воды было. Ольга Мельничук живет в полной антисанитарии. Сырость и плесень. Как только дождь, полы затоплены, света нет, хозяйка готовит тазики и тряпки. Вот, проходи. Чужая, тут все. Чужая. Ну, светит все, тут ничего не течет. Протирать смысла нет. Нет, тут все белили. В таких условиях 15 семей. Есть дети и старики. Древо кровля, отсутствие сейсмопояса и зауженный фундамент напрямую угрожают жизни людей. Капитального ремонта в этом доме не было с советских времен. Только посмотрите, как время они щадят. Плесень, трещины. Однако больше всего жители боятся того, что лестница может рухнуть и потянуть за собой весь дом. Официальное признание дома аварийным еще не означает, что меры примут немедленно. Об опасном здании знают представители местной власти. Даже собирались выдать материальные компенсации. Звоним заму администрации Бахчисарая Алексею Уварову. Именно он несколько лет назад курировал эту тему. Они нам форму привезли. Все написано было. Мы только свои данные включили туда. То есть по поводу заявления тоже прокомментировать не можете? Ну, потому что, смотрите, изначально там думали, как планировалось вроде как, что возможно, может быть, мы людям компенсировали денежными средствами. Потом вроде бы там в связи с законодательством необходимо людям предоставить именно жилье, а не денежную компенсацию, вы поняли. То есть, соответственно, данным вопросом вообще просто-напросто занимается министерство ЖКХ. Капитальный ремонт здания запланирован в ближайшее время. Из самых опасных квартир жильцов переселят до 2020 года. В этом году мы планируем приобретение двух квартир для переселения двух семей. И в следующем году еще 13 квартир приобрести в рамках программы для того, чтобы полностью решить проблему переселения изаваренного жилья по данному году. То есть программа профинансирована в полном объеме. Все это под контролем Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Уроки Дмитрий теперь делает в уютной комнате. В отличие от Долинова, в этом селе дождались капитального ремонта аварийного дома. Такая красота. Мы, конечно, шокированы. Очень долго ждали. Но мы не сомневались, проявляли терпение. И, конечно, очень благодарны. Здание советской постройки привели в современный вид. Укрепили и обновили. Кровля, двери, плитка, окна. Теперь 16 семей в комфортных условиях. В Крыму действуют региональные и федеральные программы работы с аварийным жильем. В следующем году их реализацию начнут в Ялте, Керчи и Симферопольском районе. Вторая очередь до 2025 года. Охватит 8 муниципальных образований. Самая острая ситуация в Бахчисарайском районе и Феодосии. За 5 лет в планах переселить в новое жилье более 2,5 тысяч человек. Веливиджат Анатолий Агеев, Новости, 24, Бахчисарайский район. Похолодания уже вот они, рядом. А это значит, отопительный сезон не за горами. И многие крымчане просто берут в руки топор и решают быть на какое-то время дровосеками. Конечно же, это незаконно. И уже, так сказать, таких вот лиходеев 65 человек задержали, которые вырубают лес для того, чтобы согреться зимой. Ну, дело в том, что инспекторы контролируют лесные территории каждый день. И в один из рейдов с ними отправилась Елена Носкова. Увидев инспекторов лесной охраны, нарушители напрасно спешат избавиться от улик. Теперь для привлечения к ответственности используют видеозапись. Собирать здесь можно только поваленные деревья. И не на продажу, а для собственных нужд. На земле достаточно дров для туристического костра. Хватит и для приготовления шашлыка, и для других походных блюд. А вот нарушители интересуют толстые и мощные свалы, которые будут красиво смотреться на прилавке. Поэтому рубят вот такие деревья. Вместе с лесниками идем дальше. Показывают, где поработали нелегалы. Проверить происхождение изъятых запасов несложно. Отпиливаешь кусочек, прилаживаешь к этому дереву. Совпадение есть. Вот самовольная рубка. Ну вот же следы распиловки. Стружка свежая. Все это видно. Следы заезда были свежие совсем. Желающих снова поживиться в этой части леса пока не слышно. Ни звуков бензопилы, ни шума машин. Участок проверен, нарушители не обнаружены. Вместе с лесной охраной отправляемся дальше. В день приходится проезжать 100-120 километров. Параллельно с поиском нарушителей проверяем пожарную безопасность. Мы возле хвойных зарослей. Здесь риск возгораний особенно высок. Это минерализованная полоса делается для того, чтобы огонь в случае возгорания травы не мог перейти к нам в лес. По мере того, как трава начинает расти на ней, мы ее обновляем. В этом году четвертый раз уже сделали. Лесники определяют и места, где в ближайшее время необходимо вырубить старые деревья. Сухостойное дерево его надо убирать. Сухостойное дерево в санитарную рубку входит. Вот у нас еще одно дерево сухостойное. Вырубкой леса имеют право заниматься только профессионалы. Нарушителям грозит штраф до 5000 рублей. Составлено порядка 65 материалов на нарушение лесного законодательства. Посчитаны ущербы, порядка 3 миллионов. На лесной охране работают практически круглые сутки. Напомним, в России с начала этого года разрешен сбор валежника. А вот за незаконное предпринимательство придется нести ответственность. Елена Носкова, Алексей Староженко, Новости 24. Ну а ведь иногда просыпаешься с утра и так хочется какого-то волшебства, чтобы и день задался, и все изначально комфортно было. Каски какой-то. Каски, например, тайны или даже подводных тайн. Вот, например, у берегов музея-заповедника Херст-Наставрический проходит сейчас экспозиция. Там исследуют территорию древнего порта, который существовал еще в Средневековье. Ты представляешь, какие загадки просто могут открыть, да? Какие артефакты там могут найти? Я бы с удовольствием погрузился вместе с этими ребятами под воду, но такая возможность выпала как раз таки нашей коллеге Анастасии Сосниной. И предлагаем посмотреть материал, что они там вместе нашли. Андрей Букатов не первый год исследует карантинную бухту, а именно территорию древнего порта Херсонеса. В этом году он с группой специалистов обнаружил уникальный подводный объект. Вал протяженностью более 30 метров. Теперь в планах. Сделать полный план этого объекта, понять, что это такое, что является, остатки молла, оборонительной стены. Постараться более точно датировать, поскольку информацию, которую мы там получаем, она позволяет нам реконструировать древний берег Херсонеса, ныне затопленный море. Для этого специалисты подводной археологии ежедневно погружаются в море. Вместе с ними отправились и мы. Под водой находятся руины каменных сооружений. Именно они могут являться частью порта. Здесь есть и предметы быта жителей древнего Херсонеса. Чаще всего специалисты здесь находят керамические изделия. Например, сейчас удалось обнаружить вот такой фрагмент амфоры. Раньше в них перевозили вино, зерно и даже нефть. Во время исследований используют специальное оборудование, но есть и привычные вещи. Например, блокнот, в котором можно делать записи под водой. При нахождении предмета под водой вначале мы производим фото-видеофиксацию. Определяем, где север. Мы сразу определяем размеры предмета. Только после этого мы принимаем решение, надо ли поднимать этот предмет на поверхность. Подводная экспедиция идет с середины августа. Уже собрали сотни археологических находок. Самые интересные – якорные штоки и обшивка судна. Собранную при подводных исследованиях керамику необходимо зафиксировать, зачертить, описать, продатировать и составить полный отчет на все найденные вещи. И всю максимально подробную информацию мы заносим в специальные отчеты. Работы продлятся до конца года, а предметы, поднятые с одном моря, пополнят фонды музея-заповедника. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. А иногда за сокровищем далеко ходить не нужно. Вот видишь, какая у нас замечательная мебель. Спасибо, Фавиле. Главное – комфортно и удобно. Ну а еще одно сокровище – это то, которое мы можем увидеть каждый день прямо на улице. Но чтобы знать, как нужно одеваться, прежде чем выйти на улицу, чтобы не замерзнуть, и нужно ли брать с собой зонт, мы предлагаем вам посмотреть наш прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нет сомнения, что в детстве все мы любили сказки. Я думаю, Саша, ты наверняка точно знаешь Александра Сергеевича Пушкина. Вот какой любимый персонаж из его произведений у тебя? Ну, мне очень нравится кот ученый, который под кругом ходил, круги наворачивал. Но на самом деле, я не знаю, мне один Александр Сергеевич Пушкин, это один из моих любимых детских писателей, и у меня с таким глубоким уважением всегда к творчеству относилась, отношусь. У меня настолько слог потрясающий. Я с тобой абсолютно согласен. А у тебя тоже, наверное, какой-нибудь там животинка. Мне, кстати, нравилась русалочка, причем не просто потому, что она русалочка, а потому, что она была на ветвях. Я думаю, наверное, у нее были друзья классные, те же богатыри, которые туда почему-то посадили, потому что я всегда думал, что русалочка должна быть в воде, а не где-нибудь на дереве. Может быть, главное, чтобы это не было наказанием за проступок. Кстати, хорошая новость есть для твоего котенка, потому что кот ученый, если раньше был рыжий, теперь станет черным. В нашей поляне сказок происходит серьезная реконструкция, сейчас долепили некоторые прогнозы. А Дима рассказывает про Симферопольского просто порядок сказок. Абсолютно точно. Не про вымышленную ни в коем случае. Не просто про ту, которую писал Александр Сергеевич, а вот про нашу в детском парке. И кот ученый, если раньше был рыжий, теперь он будет черный, все фигуры сейчас долепливают. Евгения Сахарова, работы большинство завершены. Осталось, правда, дядьку Черномура доделают. Кстати, он будет и глазом. Ой, какой культовый персонаж, на самом деле. Абсолютно. Только представь, какой русский богатырь с таким вот голосом. А в детстве я его боялся, если честно. Мне казалось, это очень странная, загадочная голова. А еще будет еще страшнее впереди, потому что глаза будут светить, из вот этих губ будет воздух исходить. В общем, действительно будет зрелищно. Кроме того, добавим, когда вот лепил он фигуры, интересный такой факт. Многие люди жаловались. И я, кстати, тоже помню. Это Бабьяга, у нее был звериный оскал какой-то. Это Яга-оборотень, так сказать, совместили два персонажа в одного. И, в общем, челюсть ее будет теперь не такая устрашающая. Мне всегда нравилась Бабьяга. Я помню, тут эти клыки какие-то. Ну, знаешь, такой вестерн прямо. Самое главное, чтобы она больше детей не ела. Но я, в свою очередь, расскажу, что горожан ждут изменения другого рода. Но, в первую очередь, к чему нужно быть готовым? К тому, что подходит все-таки время уже плановых ремонтных работ по водоснабжению. И что будут отключать воду. Я напомню, что сегодня, 27 сентября, с половины 10 вечера и до 8 утра, 30 сентября, в части Симферополя, в селах Симферопольского, Бахачесарайского района, не будет воды. Все дело в том, что ведутся работы по переустройству сетей холодного водоснабжения. И поэтому все-таки стоит быть готовым к тому, что заранее набрать воды, допустим. И вообще, конкретно на каких улицах, в каких домах не будет воды, можно и в каких селах. Можно увидеть на сайте администрации города Симферополя. Да, девочки? У нас вчера было на улице Воровского подобная тема. Не было у нас воды какое-то время. Потом мы запускали, была, конечно, немножко желтая. Немножко либо дождаться, чтобы она спустилась. Но, конечно, запаситесь просто, чтобы у вас было ведро, потому что была определенная проблема. Да, ну, я тоже замечала, что вчера набор был уже очень слабый. Видимо, подготовка тоже к ремонтным работам. Это не как трубы какие-то заменяет, потому что начинается желтая вода идти. Да, 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 как раз таки промывает. А потом проходит и уже нормально. Ну, а тем временем по улицам Крымской столицы уже гуляет Саша Канонов. И мы готовы его поприветствовать. Саша, доброе утро. Доброе. Прямо сейчас я нахожусь в центре города Симферополя. Погода почему-то не хочет меня радовать и остальных жителей Крыма. Надо мной затянулось небо. Но я надеюсь, что ближе к обеду все уже распогодится и будет хорошо. Уже заметно, как люди начинают суетиться постепенно, покидают свои дома. Кто-то спешит на работу, кто-то отводит детей в детские сады. Ну, а кто-то просто на балконе еще наслаждается утром. И специально для таких людей я хотел бы поделиться. Специально для таких людей я хотел бы рассказать новость о том, что правительство России утвердило изменения в правилах противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Внесение этих изменений инициировало МЧС. Теперь законом запрещается жарить шашлыки на балконе, курить на балконе и использовать вообще любой открытый огонь, даже свечи. Таким образом как-то пытаются обезопасить от пожаров, которые возникают у нас в домах, которые возникают у нас в помещениях. Вместе с этим курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается отведенных специально под этого мест для курения. Запрет не касается этих мест. Помимо всего прочего, установлены новые требования пожарной безопасности для медицинских учреждений и кинотеатров. Так, перед каждым сеансом людей будут извещать о том, где находятся эвакуационные выходы и пожарные гидранты. Новые правила вступят в силу с 1 октября. Так что для заядлых любителей испортить свое здоровье на балконах еще есть буквально несколько дней. На этом, коллеги, я заканчиваю. И, конечно же, передаю вам слово. Надеюсь, ваше утро такое же доброе, как и мое. Не праздник, а я себя устраиваю. Ну и хочется сказать, что спасибо, Саша. И самое главное, что я вот сейчас как раз говорила Диме, что хочется вот именно из-за этой погоды, из-за похолодания, у меня лично постоянно ощущение, как будто я хочу сладкого, горячего чая, и уже начинаю беспокоиться о фигуре. Ну, знаешь, тебе, я думаю, беспокоиться не нужно. Ты выглядишь потрясающе. Наверное, слушаешь полезные советы. Вот, допустим, недавно в интернете прочитал о том, что если вы очень сильно хотите сладкое и не можете побороть свое внутреннее чувство, кушайте с 4 до 6. В это время организм переваривает сладкое лучше всего. А лучше еще, прям комбо-вомбо можно сделать. Если вы хорошо покушали котлетки, зарядили себя белками, потом углеводы будут перевариваться лучше. Так что, если вы в 4 покушали котлетки, хорошо зарядили себя белочками, и потом можно позволить себе пару сладкого, конфет сладких, будет вообще просто песня. Главное во время остановиться в этом вопросе. Я думаю, когда ты уже сытый, там, сверху немного утрамбуешь, так сказать. Не мне тебе рассказывать, как меняются эталоны женской красоты, что в моде сначала аринорексичная худоба, потом бодипозитив и размеры плюс сайс. Но, тем не менее, как раз таки о эталонах женской красоты. В этом вопросе разбиралась Ира Брилюк, и она сама продолжит тему. Нарочито пухлые губы, экстремальная худоба, андрогинная внешность – все это веяние современной моды. Однако так было не всегда. Свинцовые белила, сурьмяные карандаши, капли из белодонны для глаз – это далеко не все испытания, которые претерпел прекрасный пол в погоне за идеалом. В 18 век диктуют свои правила женской красоты. Основное – тонкая талия. 33 сантиметра – таких объемов могли добиваться девушки с помощью корсетов. Легендарная блондинка Мэрлин Монро считалась символом женственности 1950-х годов. При небольшом росте она весила 54 килограмма и обладала практически идеальными формами. Маленькое черное платье, строгий приталенный жакет, различные аксессуары. Образ девушки 60-х. Ну а это мой образ – 2019 год. В 21 веке девушки выглядят по-другому. Это время возможностей. Современные технологии позволяют исправить недостатки внешности. Но если слишком увлечься, легко утонуть в навязанных стереотипах. У всех разное понимание шаблона красоты. Все хотят чему-то стремиться, какой-то образ добиваться, чего-то добиваться. Но я за естественную красоту. Лучше не нужно ставить каких-то шаблонов, каких-то рамки себя загонять. Студентка Алена Нечитаева активно занимается спортом. Девушка уверена, что нет ничего лучше естественной красоты. Мне бы хотелось быть собой, чтобы я могла показать то, какая я являюсь на самом деле внутри, а не только снаружи. Стандарты женской привлекательности постоянно преображаются. Каким тенденциям сегодня нужно следовать, чтобы не отставать от моды? Все девушки – это жертвы красоты. Почему я должна в 72 года заморачиваться? Я живу, как хочу. Понятие жертвенности у каждого свое. Для кого-то проснуться в 7 утра и выйти на пробежку, нанести патчи на лицо и сделать легкий макияж – это норма. Для кого-то это жертва. Когда есть счастье, есть и красота во всем. Красота, стиль, манера поведения – все меняется. А вот то, что кроется за внешним убранством, тонкость душевных граней, остается ценным в любую эпоху. Ирина Борилюк, Руслан Хохлов. Утро нового дня. А у нас еще одна важная тема есть сегодня, которую очень хочется обсудить с нашим гостем. В гостях у нас сегодня Дмитрий Николаевич Штейн, генеральный директор стиль радиокомпании «Крым». Доброе утро! Доброе утро, Дмитрий Николаевич! Доброе утро! Как вы себя чувствуете? Отлично! Празднично? Ну, будем говорить, еще не осознал, да, такой праздник, потому что работы много. Но я думаю, что пятилетний юбилей, да, это один из маленьких шагов, которым нам еще предстоит сделать впереди. Ну, это, в принципе, наш первый небольшой юбилей. Как вы думаете, самые глобальные преображения, которые грядут в нашей медиа-семье, какие? Ну, я бы хотел чуть-чуть вспомнить прошлое, да, что ровно пять лет назад мы, будем говорить, было создано медиахолдинг телерадиокомпания «Крым». Нам передали жуткий телекомплекс, который мы пять лет восстанавливали и превратились, будем говорить, в такого прекрасного принца, как холдинг из шести СМИ, где у нас два телеканала, три радиостанции, сетевое издание. И являемся на данный момент самым рейтинговым телекомпанией в Крыму. Дмитрий Николаевич, ведь у нас правда, у нас каждый год и даже каждый день, каждый месяц у нас какие-то стройки, мы все готовим. Мы знаем, что совсем скоро, у нас через три месяца заработают новые помещения, в которых откроются сразу три радиостанции и переедут наши, да? Да, да, да. Мы уже давно у нас на территории нашего телекомплекса было здание, которое стояло, будем говорить, мертвым грузом, да, это так называемое здание радиодома. Наши учредители в лице Министерства связи и информации нам выделили средства на восстановление этого здания. 90% там уже ремонт закончен и буквально к Новому году, я думаю, что радиостанции наши туда переедут, мы торжественно перережем ленточку. Чем больше всего гордитесь вы? Потому что вы здесь очень много лет проработали-то. Не, на самом деле я немного лет проработал, все пять лет, которые создавалась телекомпания, да, действительно, я здесь работал. Я занимался как раз восстановлением, переформатированием, реконструкцией телекомплекса. Сейчас не, будем говорить, не стыдно ни гостей пригласить, да, не снимать какие-то глобальные проекты, потому что мы создали все условия, чтобы людям работалось комфортно, чтобы гостям было у нас интересно и чтобы мы создавали программы профессиональные на очень хорошем уровне. Дмитрий Николаевич, нет сомнений, что эти пять лет подарили нам много хороших впечатлений, каких-то эмоций, у каждого из нас есть приятные воспоминания, мы можем обратить внимание, да, кто-то радуется новое оборудование, новым кабинетам, там новые специалисты, хорошие ребята у нас появились. Какие у вас самые яркие воспоминания за эти пять лет? Ну, самые яркие воспоминания, это, конечно же, работа в сплоченном коллективе, да, это придумывание, это создание новых проектов, потому что, когда ты что-то создаешь новое, это всегда интересно, ты что-то для себя открываешь, и тем самым ты тоже учишься этому искусству телевизионному. Ну, и самое главное, что, вот как сказала Дима, что и ребята появляются, мы как планируемся еще, может быть, расширяться? У нас уже запущены два филиала. Да, мы планируем на одном месте, естественно, мы сидеть не будем. Мы планируем открыть филиалы во всех крупных городах, мы планируем также, возможно, не буду забегать вперед, сделать региональные радиостанции, чтобы на наших частотах Радио Крым, там Радио Море звучали именно новости тех регионов, где у нас находятся филиалы. Мы планируем к Новому году сделать новую большую студию. У нас, кстати, в нашем телекомплексе самая большая студия телевизионная в Крыму, 300 квадратных метров. Сейчас она реконструируется, и я думаю, что ближе к Новому году мы уже, мы разработали дизайн-проект, и к Новому году будем строить ее. И всех удивим с новой локацией. Да, абсолютно точно. Дмитрий Николаевич, ну согласитесь, самое главное для медиа-семьи – это наши любимые зрители. Могли бы рассказать, насколько у нас стало их больше, насколько наша семья, так сказать, расширилась, насколько увеличился охват аудитории? Ну, дело в том, что охват аудитории у нас увеличивается постепенно, да. Мы вещаем в цифровом формате. Наши коллеги с РТРС каждый год увеличивают новые передатчики. Мы появляемся в различных населенных пунктах. И сейчас уже мы достигли цифры в 96% покрытия. В следующем году будет происходить увеличение охвата радиостанций. Там порядка 26 населенных пунктов будут подключены передатчики для трансляции радио «Море» и радио «Крым». Да, и вот не могу не спросить за утро, потому что в этом году утро выходило даже с мысля Тарханкут практически у берегов моря. Вот скажите, пожалуйста, а ведь разве это не самая такая большая выездная студия, которая была в Крыму? Вот знаете ли вы еще примеры того, чего удалось уже добиться с помощью наших выездных студий? Ну, дело в том, вспомните, пятилетие Крымской весны был, мы провели один из самых глобальных телемарафонов, да, по празднованию, по празднованию, как у нас в городе Симферополе и вообще в городах праздновали этот день. У нас тогда работало 4 передвижных телевизионных станции и 8 точек подключения, да, с мест празднования. Это, мы были эксклюзивными, будем говорить, поставщиками телесигнала, у нас даже этот телесигнал брали федеральные каналы. И по рейтингам в этот день мы переплюнули все федеральные каналы, кроме НТВ и Первого канала. Ну, это настоящий район. Я абсолютно согласен. А может, какие-то анонсируете преображения, которые у нас еще все же будут, может, чего-то мы ожидаем? Ну, во-первых, преображение – это появление новых телепроектов. Есть задумки у нас о различных телепроектах, зрители чуть попозже о них узнают, да, и это и культурологические проекты, и это различные реалити-шоу, это телешоу. Так что смотрите наши телеканалы, все увидите. И нередко вот на самом деле части новостных сюжетов, так как мы с вами знаем, они появляются таким образом, что люди просто могут прийти на телерадиокомпанию и сказать, что вот я хочу вот осветить такой вопрос. С какими вопросами и могут ли люди продолжать дальше обращаться, а мы, в свою очередь, услышим, расскажем, поможем? Обращаться обязательно надо. Мы абсолютно все информационные сообщения, которые приходят на нашу почту, которые приходят на наш сайт, обязательно рассматриваем и по каждому делаем, делаем какую, ну, будем говорить, собираем информацию, да, потому что даже если какая-нибудь бабушка позвонит, скажет, что у нее течет крыша, мы обязательно туда приедем и уже местным властям скажем, ай-яй-яй, да, смотрите, что происходит. Поэтому можно просто прийти, опять же нам позвонить, прийти на проходную телерадиокомпанию Крым на студенческую 14, и мы оперативно отреагируем. Дмитрий Николаевич, нет сомнений, вот вы говорили, что у нас будет больше различных филиалов в крупных городах, и нам понадобятся люди, наверняка это будут начинающие, может, где-то специалисты, которые нас сейчас смотрят и тоже хотят вот погрузиться в нашу медиасемью. Как этот процесс будет осуществляться, будут ли какие-то специалисты на местах, которые будут помогать им реализовываться и набираться нового опыта, как это будет проходить? Дело в том, что в Крыму, к сожалению, нет профильного института, который бы обучал телевизионщиков, да. Если есть журналистика у нас, КФУ замечательно этим занимается, есть филологический факультет, ну вот, например, научить звукорежиссера или осветителя, или оператора, это у нас только работают, вот будем говорить, несколько людей у нас есть, которые именно профильно занимаются, учились на эти профессии, а так мы учим сами. У нас сейчас большая команда уехала в Москву на телеканал НТВ, будем говорить, получать опыт больших проектов, потому что мы стремимся именно к картинке федеральных каналов. И мне кажется, что полностью ее и соответствуем, потому что картинка у нас знадная, и то, что мы постоянно и оформление подбираем, совершенствуемся. Ну, в общем, гордо, гордость испытываешь, когда работаешь на этом телеканале. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Вам спасибо. Я всех телезрителей хочу поздравить сегодня с пятилетием нашей замечательной телекомпании. Мы для вас работаем, будем работать, будем стараться делать самые замечательные проекты. Да, нас можно смотреть не только на телевизоре, но и в интернете. А мы предлагаем как раз-таки посмотреть новости интернета. Последовав примеру своих друзей, этот мужчина решил вспомнить детство и покататься на тарзанке. Вот только забыл соотнести длину веревки и амплитуду колебания. Вот тебе и наука, физику важно знать в любом возрасте. Удар правый, удар левый, переворот. Настоящие бои без правил проходят не только на арене, но и на полках продуктовых складов. Правда, когда битва закончится и победитель определится, хозяину магазина придется вызывать санэпидемстанцию. Как оставаться бодрым на работе? Одни вовремя ложатся спать, другие литрами пьют кофе, а этот парень танцует. Интересно, что за песня играет в его наушниках? Один бутерброд, второй, третий, а потом, как Винни-Пух, не пролезешь в дверной проем. Это видео не просто смешное, а и мотивирующее. Мол, вот что с тобой будет, если будешь есть по ночам. Наверное, надо работать мощиком окон несколько лет, чтобы достигнуть такого уровня профессионализма. Это вам не газеткой стекла протирать, только плавные движения руками и никакого мошенничества. Знаете ли вы, что крокодилы из семейства кошачьих? Вот вам видео доказательства. Просто поглоти ему шею, и он замурчит. Правда, для этого у вас должны быть стальные нервы и отсутствие инстинкта самосохранения. Думали, пробки бывают только на дорогах? А вот и нет. За год у причалов порта Амстердама швартуется около 900 морских судов. Властям города пора задуматься о создании новой профессии – морского регулировщика. Хочешь прокатиться с ветерком на кресле? Зачем ждать, пока кто-то его запатентует? Сделай все сам. Вам понадобится круглая доска, пластиковый стол, два огнетушителя и щепотка креативности. А вот в Китае нашли действительно прям настоящую сокровищницу. Значит, антикоррупционная служба провела обыск у одного чиновника, и они нашли в подвалах 13 тонн золота. То есть запас некоторых стран в несколько раз может быть меньше, даже чем у этого парня накопилось. Кроме того, там было очень много денег, если мы говорим о таких суммах золота, и были даже антикварные ценности. Я вспоминаю сказки про драконов, которые, знаешь, накапливали, и ты заходишь и представляешь сокровища, и нужно больше, больше. В общем, парень себе накопил так с лихвой, но я думаю, все это отправится обратно в господин. Парень, это обладатель всех этих сокровищ, это 57-летний Чиан Ци, он был мэром города Гуанчжоу и занимал несколько крупных партийных постов. Дело в том, что в Китае судят смертной казнью за коррупцию в размере захищения, в размере всего лишь полмиллиона долларов, ну как всего лишь. А если этот человек украл только 13 тонн золота, то можно себе представить. Дело в том, что мало того, что он складировал все эти камни драгоценные, металлы, он еще и умудрился скрыть десятки квадратных метров, даже тысячи очень ценного имущества, потому что он еще и владел домами, и как-то он по документам смог сделать так, чтобы на нем и эти дома не числились. Ну, что мне сказать, воровать плохо. Абсолютно мы согласны. Кстати, когда вывозили это сокровище, которое у них накопилось, понадобилось несколько камазов, то есть это был довольно длительный, я думаю, увлекательный процесс. Но самое страшное в этой ситуации, мне кажется, это бедные ребята, которые сидели и каждый товар, или как это это... Описывать же нужно. Да, описывали, это служба. В общем, да. Смотришь, ты такой берешь этот слиток золота и такой переписал. Я думаю, он себе накопил, так сказать, может, даже несколько сотен смертных казней за одну жизнь. В общем, вроде бы и смешно, а ситуация-то страшная. И на самом деле не смешно. Ну, как бы я клоню к тому, что вот какое вот сребролюбие, так сказать, привело. Ну, и о другой увлекательной новости может уже рассказать нам Саша Кононов. Кононов, он сейчас обвещает прямо из центра Крымской столицы. Саша, еще раз добро. Уже начинает пробиваться солнышко, что не может меня не радовать. Как вы видите, вокруг меня до сих пор еще зеленые деревья. Вот розы цветут здесь красивые, посмотрите. Сейчас я покажу чуть-чуть поближе. Я думаю, что все уже догадались, что прямо сейчас я нахожусь возле памятника Екатерины, где в субботу, 28 сентября, пройдет благотворительный день, который называется «Белый цветок». Благотворительная акция направлена на формирование таких качеств, как милосердие, доброта, человеколюбие, альтруизм, проявление заботы к ближним. Стартует эта акция в субботу в 10 часов утра. Заканчивается она в 16.00. На этой акции вас ожидает выступление эстрадно-духового оркестра, ярмарка поделок, флешмоб, выступление руководства города Симферополя, концертная программа, аниматоры, исторический балл, который тоже называется символично «Белый цветок». Кроме того, на территории Екатерининского сада пройдет ярмарка, где вы можете приобрести творческие вещи, так называемые «хендмейд» самых настоящих профессионалов. Вход на эту ярмарку будет свободным, поэтому я рекомендую абсолютно всем в субботу вместо того, чтобы сидеть дома у экранов телевизора, выйти, подышать свежим воздухом, прогуляться и поучаствовать в акции милосердия. Кроме этого, может быть, поучаствовать в шоу-программе и приобрести что-нибудь такое интересненькое для себя из ручных работ. На этом, коллеги, в принципе, мой стрим постепенно подходит к концу. Передаю вам слово. Это интересно, как же вы относитесь... Дима назвала одного зеленкой, другого синяком. И мы вчера, Дима, я же говорю, назвала одного попугая зеленкой, второго синяком. И вот сегодня мы с ним выяснили, как все-таки их зовут на самом деле. Мы решили, что синяк немножко оскорбительно звучит. Это будет Джоуи, правильно? Правильно. А вот зеленка все же останется зеленкой. И он не так обидно звучит. Но я не смогла повлиять на Диму. У нас была борьба мнений, так сказать, и мы решили, что все же одного назову я, другого Саша. Ну и по завершению эфиров здесь, в зимнем саду на Покса, мы определим, какой попугай счастливее. Солютно точно можно будет даже создать голосование в нашей группе ВКонтакте. А мы сейчас пока предлагаем перейти немножко к социальным новостям, а точнее, наши программисты, дизайнеры, общественники поучаствовали в одном из конкурсов. Он называется «Информационный прорыв». Он заключался в том, что перед этими командами определенными ставили задачу разработать программу, которая упростит жизнь крымчан и, может, впоследствии даже россиян. Они, допустим, разработали такие проекты, чтобы можно было записаться к врачу. После того, как врач вас принял, можно было бы оставить отзыв и написать, насколько лечение помогло и записаться. Действительно, эти программы, которые они разрабатывали, заключались в том, чтобы исключить коррупционную схему и очередей. И многие проекты уже они согласовали. И буквально сегодня в Казани будет финал конкурса. Очень круто, что можно все это сделать и в электронном варианте, что можно зайти так быстро. Но электронным вариантом сейчас используются популярностью не только различные сферы услуг, но и книги. И вот как раз такие, какие книги все-таки приятнее читать, а может быть и полезнее, разбирался Стефан Филатов. Несмотря на то, что телевидение и интернет охватили все сферы жизнедеятельности, чтение, остается не менее популярным времяпрепровождением, чем раньше. По результатам социологического опроса 80% россиян регулярно заглядывают в книги. Стимуляция умственной деятельности, укрепление памяти, развитие творческого потенциала. У каждого читателя есть свои причины для того, чтобы раз за разом открывать новые литературные вселенные. Я читаю больше научно-популярной литературы, но, скажем так, в школьные годы я очень много читала художественные и, наверное, прочла всю классику. Говорить о пользе чтения можно долго, однако об одном из главных его положительных свойств мало кто знает. Многие регулярно испытывают чувства, о природе которого никогда не задумывались. Гул машин затихает, звон голосов умолкает, все становится второстепенным, стоит только открыть книгу. Чтение помогает абстрагироваться от рутины и повседневности, с чем одинаково хорошо справляются как бумажные, так и электронные источники знаний. Мне помогает это расслабиться, уйти от проблем, от работы, забыть какие-то семейные неурядицы. Большинство книгачев считают, что это происходит из-за переключения внимания, и они правы, отчасти. На самом деле этот механизм работает комплексно. Читая книгу, человек отождествляется с героем и проживает те конфликты, которые у него есть внутри, познает себя с других сторон. Происходит выработка новых механизмов защиты у человека. И он погружается в этот мир, и входит такое полутрансовое состояние. За счет этого мы достигаем релаксации. В старину об этом чудодейственном эффекте знали хорошо. В Египте и Риме была распространена библиотерапия. Место, в котором хранились книги, называлось «Аптека для души». Здесь грустные находили повод для радости, а грубые, невоспитанные, со временем менялись к лучшему. Если у вас не хватает времени или мотивации для того, чтобы начать читать, на помощь придут аудиокниги. Они позволяют знакомиться с литературными произведениями, занимаясь спортом или даже выполняя рутинную работу. Немаловажно и то, что этот процесс не нагружает зрение. Стефан Филатов, Алексей Семенов, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Стефан Филатов, Алексей Семенов, Руслан Хохлов. Доброе утро. Доброе утро. Надеемся, что вам импонируют наши декорации, потому что мы тоже устроили импровизированный театр здесь. Очень-очень. Тем более я любительница большая растительности, цветов комнатных. Мне очень нравится. Ой, это приятно. Могли бы рассказать подробнее о вашей деятельности и о предстоящем театральном сезоне? Сезон у нас 199-й, предюбилейный. Через два года, а точнее даже через полтора года, в 2021 году нашему театру исполняется 200 лет. То есть у нас не просто один из старейших театров Юга России, но и старейший театр Крыма. Это действительно очень большой период, два столетия. И, конечно, вот то, что мы идем к своему юбилею, это накладывает отпечаток на всю нашу деятельность. Мы всегда стремились работать на высоком профессиональном уровне. Не случайно наш театр называли и называют флагманом театрального искусства Крыма. И вот эту планку, высокую планку, мы стараемся держать и в репертуаре, и, конечно, в постановках наших, в актерских работах, режиссерских, в сценографии. Но театр-то на месте стоять не может, поэтому мы, с одной стороны, придерживаясь верности традициям русского психологического театра, мы им не изменяем, не собираемся изменять. Всегда открыты для каких-то экспериментов и новых форм. И вот этот год, 2019 год, можно сказать, для нас время творческого обновления. Ну, любители театра знают, что в мае прошлого года наш коллектив возглавил известный режиссер, талантливый режиссер, заслуженный деятель искусств России Владимир Владимирович Магар. И постановка, которую он осуществил в этом году, премьера состоялась в июле, то есть совсем новый спектакль. Дракон по пьесе Евгения Шварца – это как раз показатель вот того, что мы открыты и для эксперимента, и для новаторских форм. Как зрители воспринимают эксперименты? Прекрасно. Эксперименты, эксперименту рознь Магар не эпатирует. Он просто привносит какие-то, может быть, непривычные для нашего театра, для наших постановок элементы в свои спектакли. Ну, допустим, у нас в Драконе живая музыка, джаз-бэнк. Ну, это прям... Это круто. Это и динамично насколько. Ты приходишь мало того, что зрелищно, так оно еще и музыкальное сопровождение всегда. В свое время в нашем театре был оркестр. Вот я в детстве застала этот период, но когда я начала работать в театре, я работаю уже в 1938 год, живого оркестра не было. А сейчас откуда эти люди взялись? Как это все организовано было? Ну, руководит джаз-бэндом наш заведующий музыкальной частью. У нас новый талантливый сотрудник. Это новая совершенно форма. Более того, забегая вперед, мы планируем к Новому году поставить сказку «Щелкунчик», поставить на основной сцене. То есть будет подарок и для наших юных зрителей, в первую очередь, но и, конечно, для взрослых, потому что это интересно всем. Так вот там будет оркестр и будет музыка Чайковского. Это не просто зрелище праздничное, новогоднее. Все знают, что такое «Щелкунчик», насколько это новогоднее сказочное произведение. Это атмосферное. Он ассоциируется, да? С Новым годом. Да, и произведение Чайковского тоже чего стоит. Поэтому это новые формы, какие-то наши творческие искания. Причем они не только в спектаклях проявляются. У нас в фойе сейчас выставки работают. Выставки и художников нашего театра. Летом была выставка нашего главного режиссера Юрия Федорова. Сейчас выставка главного художника театра, заслуженного деятеля искусства Украины Владимира Новикова. Выставка его графики очень интересная. Приглашаю наших зрителей, кто еще не был в сентябре на наших спектаклях. Перед спектаклем в Антракте, в фойе театра можно посмотреть очень интересные работы Владимира Анатольевича. А могли бы уточнить вот такое вот музыкальное сопровождение, музыкальная часть? Оно сейчас практически во всех спектаклях сопровождается вас? Нет. Или это были определенные исключения? Мы всегда стремились, чтобы у нас был разноплановый репертуар. Не только в тематике, в идее произведения, но и в сценическом решении. И поэтому «Магар» поставил дракона. Это действительно трагикомедия, фантасмагория, как угодно это можно назвать. Потому что мы знаем, что в основе это сказка. Герои сказочные, герои фантастические. Но когда зрители смотрят, они, в общем-то, где-то даже с ужасом понимают, что это о нас. О тех, которые готовы смириться с несправедливостью, закрыть глаза на тиранию. Которые не хотят убить дракона в себе. Почему спектакль так волнует? И тут же у нас буквально рядом была премьера. Лирическая комедия с немного таким детективным элементом. Винтаж. По пьесе Михаила Рогожина, это довольно известный писатель и драматург московский, с которым наш театр начинает сейчас сотрудничать, дружить. Это пьеса совершенно другого плана. Это камерное произведение Юрий Хаджинов поставил на новой сцене. Там в центре фактически два персонажа главных. А лейтмотив спектакля, что любого можно встретить в любом возрасте. Любви все возрасты покорны. Вы так интересно рассказывали о том, что вам почти 200 лет. И наверняка... В театру. Да, ну, в театре. Я говорю, что ваша ответственность за всю вашу семью, так сказать. Частично за драматическую часть, драматургическую. Могли бы уточнить, вот как у вас может преемственность поколений есть? Наверняка у вас есть какие-то сотрудники, да, которых уже там... Дед работал еще актером. Вот как у вас это происходит? Наверняка у вас случайных людей нету. Это у вас большая одна семья? Театр – это всегда одна семья. И, конечно, в театре все-таки призвание, это понятно. Но и не забывайте, это творческая профессия, значит, и талант. Если говорить о династиях, то, наверное, в первую очередь надо говорить о Владимире Анатольевиче Новикове, как продолжателе династии Новикова. Анатолий Григорьевич Новиков – наш легендарный, незабвенный руководитель, который возглавлял наш театр на протяжении 45 лет. И мы, когда говорим о нашем театре, действительно, он для многих долгие годы ассоциировался с именем Новикова. Когда мы открывали мемориальную доску Мартия Анатолию Григорьевичу, Владимир Владимирович Магар правильно сказал. Люди многие не понимали, крымский академический театр говорили, едем в Симферополь, в театр Новикова. Вот это уже было определение. И то, что у нас в театре работает главным художником, его сын, вот, наверное, это самая главная наша династия. Сейчас в театр принята молодая актриса Анастасия Ющук в труппу театра. Выпускница театрального колледжа, дочь Жанны Бирюки Сергея Ющука, наших замечательных актеров, которые их все любят. У нас работают супружеские пары. Это Людмила и Юрий Федоровы, Ольга Чехова, наш балетмейстер, и Юрий Хаджинов, наш режиссер. Антон Навродский, Виктор Навродский. Мы в любом случае уверены, что еще так громко отметим 200-летний юбилей. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Спасибо за ваш труд, за ваши старания. А мы сейчас предлагаем погрузиться в историю того, чем запомнилась эта дата в другие годы. 27 сентября 218 лет назад императору Александру Павловичу представили первый в мире велосипед. Транспортное средство годом ранее собрал на Нижнетагильском заводе крепостной Ефим Артамонов. Железное изобретение имело вид двухколесной тележки с рулем и педальным приводом. Конструкция была надежной. Со скоростью 10 км в час Артамонов преодолел 2000 км, чтобы прибыть в Петербург на коронацию самодержца. Царь предсказал двухколесному чуду техники «Большое будущее» и в благодарность за открытие подарил свободу инженеру-самоучке. Сегодня этот первый велосипед хранится в Нижнетагильском краеведческом музее, а его точная копия в Политехническом музее в Москве. Ну и самое главное, что действительно вот такие юбилеи, о которых мы говорили с нашей гостью, они заставляют прочувствовать, насколько все-таки скоротечна наша жизнь и что наслаждаться нужно каждым днем оценить. Вот вы сегодня проснулись, вот порадуйтесь этому утру, просто можно будет, стоит сегодня сделать особенно вкусный, допустим, завтрак и себе, и своим близким. И мы, в свою очередь, готовы сказать спасибо, потому что нас тоже есть чему радовать. Это мебельному салону «Фавилок», который предоставил нам мебель, в которой и сидеть приятно, и комфортно, и можно наслаждаться теми живописными видами, которые нас окружают. Знаешь, когда я вот расслабляюсь, отдыхаю, допустим, с самого утра, я сразу вспоминаю своего дедушку, который садился в свое кресло, включал радио и просто вот наслаждался им и любил слушать новости. Ну, а с одним еще радиолюбителем познакомилась Оля Литвиненко, и об этом очень необычном человеке мы расскажем прямо сейчас. Провода, приемники, транзисторы, антенны. По этой аппаратуре нетрудно догадаться, что хозяин комнаты, если не изобретатель, то любитель радиотехники. Для того, чтобы послушать музыку, мы ищем радиоволну в удобном для нас месте, например, за рулем автомобиля, на гаджете телефона или приемнике. А Виктор Прессман оборудовал собственную студию прямо в Симперопольской квартире. Радиоцентр «Семь Костя Игрик» – это не набор цифры, буквопозывной, которым пользуется Виктор. Его код знают тысячи радиолюбителей по всему миру. Океания, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Гавайские острова, Вьетнам. Не просто хобби, а своеобразный ритуал. Каждый вечер в свободное от работы время Виктор садится за пульт и включает передатчик. Сейчас мы с Виктором будем проводить радиосеансы и связываться с европейской частью России, да, Виктор? Абсолютно верно. А что мы сейчас делаем? А мы в данном случае сейчас включили трансивер и настроились на частоту или попробуем в всяком случае сделать общий вызов, чтобы нас кто-то услышал. Выйти в эфир несложно, но на поиски сигнала может уйти от 3 до 60 минут. Мы вышли на связь в 13.20. Шансов обнаружить кого-то на другом конце земного шара практически нет. Рассчитывали только на соседние регионы, которые с нами в одном часовом поясе. За 10 минут нашего радиосигнала с нами на связь вышло два человека из Ростовской области и Луганской народной республики. Радио Центр 7, Кости Игорь, для всех на приеме. Пара слов, обмен информацией о погоде или о каких-то мелочах. Главное не нарушить регламент, ведь тогда можно лишиться самого ценного – лицензии и позывного. Разговариваем мы обо всем, за исключением о девушках. А почему девушки? Это запрещено радиорегламентом проведения радиосигнала. А о чем еще говорят мужчины? О многом аппаратуре, об антеннах. Или о музейных экспонатах, которых немало прямо в этой квартире. Например, этому японскому приемнику 83 года. Аппарат перешел к Виктору по наследству. Как и этот, раритетный 75-летний, американский. Самый молодой приемник в коллекции – практически ровесник Виктора. И менять их на современные гаджеты радиолюбитель не планирует. Это не то, это просто общение. Ты проводишь радиосвязь, ты общаешься, но ты при этом понимаешь, что ты находишься здесь, а человек находится там 9 тысяч километров. Даже крыша дома Виктора напоминает паутину с проводов, на которой повсюду антенны для радиосвязи. За техническим состоянием мастер следит сам. Конец 2016 года, начало 2017 года, после очень сильного ураганного ветра и обледенения у меня рухнула антенна, которая самая большая по площади. Рухнула, и я сам восстанавливал один, но это тяжело. Виктор ежегодно участвует в конкурсах по сеансам радиосвязи. В этом году он занял первое место, обойдя соперников из разных стран. От Аляски до Австралии. Главная задача – связаться с наибольшим количеством радиолюбителей. За 31 час он провел максимальное количество таких выходов в эфир – 814. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня. На часах уже 8.00. Самое время для того, чтобы все-таки с зарядом бодрости уже выбегать быстро из своего дома, пока в пробку не встал. Абсолютно точно. Но если у кого-то сегодня выходной, вы действительно счастливчики. С вами сегодня Дмитрий Попов и Александр Карнович. Два часа в прямом эфире на телеканалах «Первый Крымский» и «Крым24» не переключать, потому что что мы вам еще расскажем. Много всего приготовили. Но перед этим я расскажу, что в этом потрясающем месте мы находимся благодаря филиалу Крымского федерального университета «Напаксу». Кстати, здесь за дверью буквально студенты ходят, и у них уже начались пары. Как я рада, что я сейчас как раз-таки не с ними. Вот большего удовольствия этим утром мне бы никак не получить, потому что остались все эти дипломы вместе с курсовыми работами, где-то там за плечами, и слава богу. Кстати, мы с Сашей вместе учились и сидели за одной партой практически все годы. Наше утро сегодня началось с того, что я пришла и говорю, Дима, ты понимаешь, что мы уже 11 лет вместе? Мы это сделали. Да, потому что и за одной партой сидели, и Энки он меня, слава богу, не ставил. Кстати, да, был я старостой, но Саша, кстати, училась отлично. В общем, так сказать, продолжаются наши крепкие дружеские отношения, а мы предлагаем вам посмотреть сейчас анонс сегодняшнего утра. От Аляски до Австралии. Симферопольские радиолюбители своей квартиры связываются со всем миром. Тургеневская скромность или страсти по Достоевскому, как менялись эталоны женской красоты, расскажет Ирина Борилюк. 80% россиян регулярно читают книги стимуляции умственной деятельности, укрепления памяти, развития творческого потенциала, о пользе чтения в сюжете Стефана Филатова. Изобрести велосипед. 228 лет назад императору Александру Первому представили двухколесное транспортное средство. На сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького стартовал новый сезон. Чем удивят в этом году артисты, жители и гостей полуострова? Об этом и многом другом в эфире программы «Утро нового дня». И отдельное спасибо хочется сказать салону мебели Фавилы именно за то, что наша эфир делает этот салон такими комфортными. А мы переходим к важным социальным новостям. Например, сейчас в Крыму находятся 120 аварийных домов. Из них уже переселили 300 человек, но кто-то еще ожидает этого момента. Подробнее об этом расскажет нам в следующем сюжете. Посмотрим. История дома в селе Долинном Бахчисарайского района началась в 1987 году. Фундамент готовили для трехэтажного здания, но материал оставался и решили достроить еще два этажа. В результате такого нарушения дом стал аварийным с момента постройки. Пол квартиры текло, не капало, а текло. У меня даже есть фотографии, где пленки к потолку приклеили. А кухни? Чтобы в одну сторону хотя бы куда-то текли. Невозможно. Почти колотку воды было. Ольга Мельничук живет в полной антисанитарии. Сырость и плесень. Как только дождь, полы затоплены, света нет, хозяйка готовит тазики и тряпки. Вот, проходи. Чёрное тут всё. Чёрное. Ну, светёт всё. Тут ничего не течёт. Протирать смысла нет. Нет. Тут всё белили. В таких условиях 15 семей. Есть дети и старики. Древо кровля, отсутствие сейсмопояса и зауженный фундамент. Напрямую угрожают жизни людей. Капитального ремонта в этом доме не было с советских времён. Только посмотрите, как время они щадят. Плесень, трещины. Однако больше всего жители боятся того, что лестница может рухнуть и потянуть за собой весь дом. Официальное признание дома аварийным ещё не означает, что меры примут немедленно. Об опасном здании знают представители местной власти. Даже собирались выдать материальные компенсации. Звоним заму администрации Бахчисарая Алексею Уварову. Именно он несколько лет назад курировал эту тему. Они нам форму привезли. Всё написано было. Мы только свои данные включили туда. То есть по поводу заявления тоже прокомментировать не можете? Ну, сбежали. Ну, потому что, смотрите, изначально там думали, как планировалось вроде как, что возможно, может быть, людям компенсировали денежными средствами. Потом вроде бы там в связи с законодательством необходимо людям предоставить именно жильё, а не денежную компенсацию, вы поняли. То есть, соответственно, данным вопросом вообще просто-напросто занимается министерство ЖКХ. Капитальный ремонт здания запланирован в ближайшее время. Из самых опасных квартир жильцов переселят до 2020 года. В этом году мы планируем приобретение двух квартир для переселения двух семей. И в следующем году ещё 13 квартир приобрести в рамках программы для того, чтобы полностью решить проблему переселения из аварийного жилья по данному дому. То есть программа профинансирована в полном объёме. Всё это под контролем Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Мы проблему закроем. Уроки Дмитрий теперь делает в уютной комнате. В отличие от Долинова, в этом селе дождались капитального ремонта аварийного дома. Такая красота. Мы, конечно, шокированы. Очень долго ждали. Но мы не сомневались, проявляли терпение. И, конечно, очень благодарны. Здания советской постройки привели в современный вид. Укрепили и обновили. Кровля, двери, плитка, окна. Теперь 16 семей в комфортных условиях. В Крыму действуют региональные и федеральные программы работы с аварийным жильём. В следующем году их реализацию начнут в Ялте, Керчи и Симферопольском районе. Вторая очередь до 2025 года охватит 8 муниципальных образований. Самая острая ситуация в Бахчисарайском районе и Феодосии. За 5 лет в планах переселить в новое жильё более 2,5 тысяч человек. Лиливиджат Анатолий Агеев, Новости 24, Бахчисарайский район. Перед отопительным сезоном уже активизировались, так скажем, чёрные дровосеки. Чёрные дровосеки. Ну, есть же чёрные археологи. Вот, и уже на полуострове удалось зарегистрировать ряд таких случаев, и ряд людей уже был пойман на горячем. 65 человек и в рейд... Чёрных дровосеков. 65 чёрных дровосеков. В рейд отправилась, так сказать, за следующим Елена Носкова. Увидев инспекторов лесной охраны, нарушители напрасно спешат избавиться от улик. Теперь для привлечения к ответственности используют видеозапись. Собирать здесь можно только поваленные деревья. И не на продажу, а для собственных нужд. На земле достаточно дров для туристического костра. Хватит и для приготовления шашлыка, и для других походных блюд. А вот нарушители интересуют толстые и мощные свалы, которые будут красиво смотреться на прилавке. Поэтому рубят вот такие деревья. Вместе с лесниками идём дальше. Показывают, где поработали нелегалы. Проверить происхождение изъятых запасов несложно. Отпиливаешь кусочек, прилаживаешь к этому дереву. Совпадение есть. Вот самовольная рубка. Ну вот же следы распиловки, стружка свежая. Всё это видно. Следы заезда были свежие совсем. Желающих снова поживиться в этой части леса пока не слышно. Ни звуков бензопилы, ни шума машин. Участок проверен, нарушители не обнаружены. Вместе с лесной охраной отправляемся дальше. В день приходится проезжать 100-120 километров. Параллельно с поиском нарушителей проверяем пожарную безопасность. Мы возле хвойных зарослей. Здесь риск возгораний особенно высок. Это минерализованная полоса делается для того, чтобы огонь в случае возгорания травы не мог перейти к нам в лес. По мере того, как трава начинает расти на ней, мы её обновляем. В этом году четвёртый раз уже сделали. Лесники определяют и места, где в ближайшее время необходимо вырубить старые деревья. Сухостойное дерево его надо убирать. Вырубкой леса имеют право заниматься только профессионалы. Нарушителям грозит штраф до 5000 рублей. Составлено порядка 65 материалов на нарушение лесного законодательства. Посчитаны ущербы порядка 3 миллионов. Лесная охрана работает практически круглые сутки. Напомним, в России с начала этого года разрешён сбор валежника. А вот за незаконное предпринимательство придётся нести ответственность. Елена Носкова, Алексей Староженко, Новости 24. Вот, а подводная экспедиция началась недалеко от памятника Херсонес-Таврический. Там сейчас, в общем, наши учёные исследуют дно и находят, кстати, очень обыкновенный артефакт. Вместе с ними погрузилась уже и Анастасия Соснина, и она расскажет, что ей удалось найти. Андрей Букатов не первый год исследует карантинную бухту, а именно территорию древнего порта Херсонеса. В этом году он с группой специалистов обнаружил уникальный подводный объект. Валт протяжённостью более 30 метров. Теперь в планах. Сделать полный план этого объекта, понять, что это такое, что является, остатки молла, оборонительной стены. Постараться более точно датировать, поскольку информацию, которую мы там получаем, она позволяет нам реконструировать древний берег Херсонеса, ныне затопленный море. Для этого специалисты подводной археологии ежедневно погружаются в море. Вместе с ними отправились и мы. Под водой находятся руины каменных сооружений. Именно они могут являться частью порта. Здесь есть и предметы быта жителей древнего Херсонеса. Чаще всего специалисты здесь находят керамические изделия. Например, сейчас удалось обнаружить вот такой фрагмент амфоры. Раньше в них перевозили вино, зерно и даже нефть. Во время исследований используют специальное оборудование. Но есть и привычные вещи. Например, блокнот, в котором можно делать записи под водой. При нахождении предмета под водой вначале мы производим фото-видеофиксацию. Определяем, где север. Мы сразу определяем размеры предмета. Только после этого мы принимаем решение, надо ли поднимать этот предмет на поверхность. Подводная экспедиция идет с середины августа. Уже собрали сотни археологических находок. Самые интересные – якорные штоки и обшивка судна. Собранную при подводных исследованиях керамику необходимо зафиксировать, зачертить, описать, продатировать и, соответственно, составить полный отчет на все найденные вещи. И все, максимально подробную информацию мы заносим в специальные отчеты. Работы продлятся до конца года, а предметы, поднятые с одном моря, пополнят фонды музея-заповедника. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть, какая погода сегодня будет на полуострове. КОНЕЦ 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 А у нас есть положительная новость для жителей столицы. Подрядчик, который занимается реконструкцией набережной реки Салгир, также озеленит ее и сделает клумбы, в общем, потрясающими. Для чего это делается? В первую очередь, это делается для того, чтобы эстетический вид был значительно лучше. Это раз. А во-вторых, допустим, вьюга, ветер и, ну, пыль разносится. А так оно, как бы, так сильно разноситься не будет. А в-третьих, взял, захотел сходить в пикник, на пикник, да? Да, вот, когда снег выпал как раз. Не, ну, знаешь, первые результаты озеленения можно будет увидеть через 10-15 дней, а в Крыму так уж скоро снег я не ожидаю. Да, главное, чтобы не через 10-15 лет. Ну, а тем временем, чего стоит ожидать, так это того, что во многих домах сегодня, завтра и послезавтра не будет воды. То есть будьте готовы к тому, что в связи с работами по переустройству сетей холодного водоснабжения в Симферополе, в пригороде Симферополя и в ряде сел Бахчисарайского района, будут отключения воды сегодня с 9.30 вечера вплоть до 8 утра 30 сентября. Опять хочу сказать августа. Что это такое? Тебе хочется просто тепла и лета. Мы, кстати, на улице сейчас столкнулись с первыми, так сказать, может, уже даже не первыми морозами. Наш коллега Александр Кононов и готов поделиться с нами своими впечатлениями и... Да, коллеги, буквально недавно я путешествовал по всему городу Симферополю и решил слегка отдохнуть, и не просто так. Здесь вот расположены такие прекрасные лавочки специально для отдыха. И, кстати, хотел бы сказать о том, что в 2020 году у крымчан будет 119 выходных дней. Да, вот так вот, дорогие друзья. Будем с вами отдыхать. Потому что разработан производственный календарь на 2020 год. И нерабочими днями в Крыму будут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Это у нас будем отмечать новогодние каникулы. 7 января мы будем отмечать Рождество Христово. 23 февраля тоже выходной день, День защитника Отечества. 8 марта, конечно же, Международный женский день. 18 марта день воссоединения Крыма с Россией. 1 мая праздник весны и труда. 9 мая это у нас День Победы. 12 июня это День России. И 4 ноября День Народного Единства. Вот такие вот у нас будут праздники. Кроме этого, в связи с праздниками несколько рабочих дней будут сокращены на целый час. 17 марта, 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 3 ноября и 31 декабря. Таким образом, в 2020 году работающих по 5-дневной рабочей неделе ждут 247 рабочих и 119 нерабочих дней. Вот такие вот приятные новости. У меня специально для всех любителей отдохнуть, вместо того, чтобы где-то пойти и поработать. Но, как говорится, отдых отдыхом, а работать надо всегда. Поэтому я настоятельно призываю всех заниматься различными видами деятельности. Коллеги, на этом я заканчиваю и передаю вам слово. Надеюсь, что вы тоже уже успели отдохнуть. Спасибо, Саша. А я предлагаю наш взор обратить немножко на историю. Ох, более 250 лет назад в эту дату на воду спасили первый черноморский корабль флота России. Называли ее его Слава Екатерина. Причем речь идет о Екатерине II. У него было аж 66 пушек. Участвовал он в русско-турецкой войне и руководил им сам Ушаков. А как мы знаем, что под руководством Ушакова не потонул ни один корабль. Поэтому мы можем не переживать ни за персонаж, который там работал, так персонал, и за тех моряков. И, в общем, корабль действительно показал себя достойно и, в общем, отслужил и не потонул. Да, я напоминаю, что сегодня 27-е, уже сентября. То есть та дата, в которой в этот день произошло много важных событий, исторически важных. И не меньше даже из-за того, что кто-то родился, а у кого-то родился, наоборот, ребенок. И самое главное, это то, что наши корреспонденты всегда в просторах интернета выбирают самые важные новости, о которых мы вам сейчас и расскажем. 27 сентября 218 лет назад императору Александру Павловичу представили первый в мире велосипед. Транспортное средство годом ранее собрал на Нижнетагильском заводе крепостной Ефим Артамонов. Железное изобретение имело вид двухколесной тележки с рулем и педальным приводом. Конструкция была надежной. Со скоростью 10 км в час Артамонов преодолел 2000 км, чтобы прибыть в Петербург на коронацию самодержца. Царь предсказал двухколесному чуду техники «Большое будущее» и в благодарность за открытие подарил свободу инженеру-самоучке. Сегодня этот первый велосипед хранится в Нижнетагильском краеведческом музее, а его точная копия в Политехническом музее в Москве. Приятного аппетита тем, кто кушает, вот, Саша. А ты уже успела позавтракать? Ты знаешь, я вообще, в принципе, свой рацион планирую именно с вечера обычно, но утром люблю его готовить, если ты заранее. Я просто все-таки беру еду с собой, это вот обычно такие емкости. Ах, я тоже. И ты одну на другую ставишь, и я еду на работу с рюкзаком, и меня коллеги постоянно интересуются, почему у меня такой огромный плечак, рюкзак за плечами. А рюкзак действительно такой большой, я вам скажу. Даже Дима вчера спросил, сколько человек решил в нем перенести. На самом деле сам по себе просто рюкзак объемный. Но, во-вторых, нужно уже взять себе один прием пищи. Мы же встаем рано, я не успеваю завтракать. Даже дома не пищу. Да, не успеваю абсолютно, поэтому приезжаешь на работу, завтракаешь, потом нужно об обеде позаботиться, ужине и перекусах, допустим. И, кстати, нужно же продумать, чтобы все это было не калорийное. Абсолютно точно. У нас есть небольшая рекомендация о трех жиросжигающих продуктах, которых полезно кушать. Первое, чемпион в этом деле, это грейпфрукты. Ну, конечно, грейпфрукт можно с собой взять. Второе, ну и позавтракать им. Кочанная капуста. Ну, вот завтракать капустой я еще не пробовал. Мне кажется, ни грейпфрут, ни качаная капуста не подходят для завтрака. Ну, грейпфрут это опасно для желудка. Конечно, конечно. Вот, а третье, это ананас. Вот ананас, мне кажется, отлично подходит. Я бы спокойно подходит. Ну, только если с овсяными кем-нибудь хлопьями. А я знаю одного продюсера в нашем отделе, Дим. Который завтракает ананасами. Который ужинает грейпфрутами. Я тебе больше скажу. Я сначала так удивлялась, смотрела, наблюдала. И у нас есть одна девушка. Она вот берет часов шесть, чистит грейпфрут. У нас пахнет на всю редакцию. Я думаю, когда же она поест? И потом наблюдаю. Ну, в любом случае, теперь я понимаю, с какой целью она это делает. Раскусили. Она жаждет быть стройной и красивой. Я уверена, что ей это и так прекрасно удается. Нет сомнений. Ну, а о других канонах красоты уже подробнее расскажет Ира Брилюк. Нарочито пухлые губы, экстремальная худоба, андрогинная внешность. Все это веяние современной моды. Однако так было не всегда. Свинцовые белила, сурьмяные карандаши, капли из белодонны для глаз. Это далеко не все испытания, которые претерпел прекрасный пол в погоне за идеалом. В 18 век диктует свои правила женской красоты. Основное – тонкая талия. 33 сантиметра. Таких объемов могли добиваться девушки с помощью корсетов. Легендарная блондинка Мэрлин Монро считалась символом женственности 1950-х годов. При небольшом росте она весила 54 килограмма и обладала практически идеальными формами. Маленькое черное платье, строгий приталенный жакет, различные аксессуары. Образ девушки 60-х. Ну а это мой образ. 2019 год. В 21 веке девушки выглядят по-другому. Это время возможностей. Современные технологии позволяют исправить недостатки внешности. Но если слишком увлечься, легко утонуть в навязанных стереотипах. У всех разное понимание шаблона красоты. Все хотят к чему-то стремиться, какой-то образ добиваться, чего-то добиваться. Но я за естественную красоту. Лучше не нужно ставить каких-то шаблонов, каких-то рамки себя загонять. Студентка Алена Нечитаева активно занимается спортом. Девушка уверена, что нет ничего лучше естественной красоты. Мне бы хотелось быть собой, чтобы я могла показать то, какая я являюсь на самом деле внутри, а не только снаружи. Стандарты женской привлекательности постоянно преображаются. Каким тенденциям сегодня нужно следовать, чтобы не отставать от моды? Все девушки – это жертвы красоты. Почему я должна в 72 года заморачиваться? Я живу, как хочу. Понятие жертвенности у каждого свое. Для кого-то проснуться в 7 утра и выйти на пробежку. Нанести патчи на лицо и сделать легкий макияж – это норма. Для кого-то это жертва. Когда есть счастье, есть и красота. Во всем. Красота, стиль, манера поведения – все меняется. А вот то, что кроется за внешним убранством, тонкость душевных граней, остается ценным в любую эпоху. Ирина Борилюк, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Ну а я предлагаю тем временем отправиться уже к нашему следующему гостю. А у нас в гостях Сергей Вадимович Додонов, проректор… Проректор… Проректор по приоритетным проектам Крымского федерального университета имени Вернадского. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Александр. Как ваши дела? Здравствуйте. Нормально, спасибо. Сергей Вадимович, скажите, пожалуйста, я знаю, что сейчас в университете очень много иностранных студентов. Но заходишь просто и ты видишь этих ребят, которые приехали. Мне кажется, или их становится только больше? Ну, вам кажется, их стабильное количество. Их от 2100 до 2300 обучается сегодня в университете. Единственное, что стало шире география. Вместо 55 стран стало 59. Традиционно это Индия, традиционно это Узбекистан, это Украина. Тоже больше, чем 500 человек обучаются ребят. Поэтому направление тоже традиционное. В основном это, конечно же, медицина. Более 2000 человек обучаются только в одной медицинской академии. И поэтому, как говорится, оплотом, так скажем, международной другою у нас является медицинская академия. Из каких стран к нам стали чаще приезжать? Чаще, вот знаете, наверное, первые ласточки режут, да, сам всего. Это Израиль, получается, к нам приехал один человек. Но зато какой человек? То есть он уже участвует во всех международных соревнованиях. Какие международные соревнования? Это по русскому языку. Там цитируют Пушкина и так далее. Точно такой же приехал из... В Израиле цитируют? Да, он студент из Израиля. Из Греции приехал. Он стал победителем Олимпиады по русскому языку среди иностранцев. То есть сюда проезжают ребята, которые мотивированы. Но если говорить больше всего ребят, больше всего ребят, конечно же, проезжают из Индии. Проезжают именно за медицинским образованием, потому что медицинское образование в Индии непосредственно, это очень дорого. Очень дорого. И здесь это доступней. А во сколько? Во сколько? Я бы сказал так, что здесь примерно в два раза дешевле образование, чем в Индии. У нас это стоит около 150-170 тысяч рублей в год стоимость обучения. Могло бы быть и больше ребят, над этим мы работаем. Почему? Потому что необходимо, прежде всего, изменить кампус, чтобы было интересно проезжать. Сегодня пятая обширитель в медакадемии, оно поставлено на ремонт, на капитальный ремонт. Разворачиваются большие ресурсы, то есть будет приведено порядок места проживания. Ну и дальше это культурный обмен, это участие во всевозможных фестивалях, это знакомство их с традициями нашими, Крым многокрациональный, это интересно. И знаете, вот народная дипломатия, то есть их фотографии в Инстаграме, на своих соцсетях, это лучшая реклама Крыма и обучение в Крымском федеральном университете. Кстати, да, сейчас же 21 век интернета. Да, то есть нам надо, грубо говоря, работать на теме, кто приехал, и не заботиться о том, чтобы привлечься оттуда дополнительных ребят, они сами за собой проведут, скажут, там классно, интересно, здорово, коронное обучение, еще есть масса впечатлений. Ну, а Крым, это можно рассказывать часами. Нам, крымчанам, мы даже сами не все знаем про свой родной край. Сергей Иванович, могли бы вы уточнить вот самое главное? Сколько выпускников, столько же, сколько и поступивших, ну, я имею в виду, всем удается закончить, и насколько вот... Иностранцев, значит, поступивших и окончивших одинаковое количество. Знаете почему? Потому что, опять же, это стремление завершить обучение, но не вовремя, закончившие. То есть имеется в виду, что иногда продолжительность обучения у них значительно больше, чем у нас традиционно. Ну, то есть, допустим, я имею в виду, от бакалавра и магистра это 6 лет, то есть уностранцы это может быть и 9, и 10 лет, потому что возникают академики, они уезжают, потом возвращаются, плюс подготовительное отделение, которое они изначально проходят, где учат русский язык, базовые предметы, и потом поступают уже на обучение. Медакадемия, опять же, скажу, это значительно проще, потому что есть языковые группы, то есть где преподавание идет на иностранном языке, на английском, поэтому вот там как бы все более интенсивно, но медакадемия это и длиннее путь от студента до специалиста, то есть там еще и интернатура и так далее, разные сферы подготовки студентов. Какие еще специальности выбирают иностранцы? Знаете, выбирают разные, да, в том числе у нас появился в прошлом году студент, который выбрал агрономию, вроде бы где Конго, где мы, как говорится, да, но тем не менее все равно процесс обучения идет, и знаете, вот, наверное, и строители, да, то есть вот здесь в Академии строительства и архитектуры есть гуманитарии, понятно, что на филологию довольно много ребят поступает, поэтому, ну, спектр довольно широкий. Что касается, вот знаете, больше, наверное, их приличает, ну, какая-то атмосфера, которая существует здесь в Крыму, и у меня довольно много среди моих друзей, ребят, которые приехали когда-то еще в Советский Союз, да, начинали обучение там, остались потом, вот у меня, мой друг мир желал Абдул Каюм, он афганец, в 84-м году, в 17 лет приехал сюда, потом здесь закончил обучение, поступил в аспирантуру, женился, родил троих детей и так далее, там подобно, сегодня он доктор наук, профессор, заведующий кафедры и так далее. Такие же примеры есть и среди медиков, да, сегодня есть такие же примеры среди экономистов, есть. А как часто такое бывает, что студент приехал обучаться такой, думаю? И потом влюбился, я остался, то есть я так скажу, ну, наверное, с вероятностью, не буду говорить там процент, но процентов 5, наверное, таких выпускников точно есть. Даже последнее, вот не знаю, как у вас там с политической, как бы под подготовкой, доброе утро, да, утро с нами, но тем не менее, на севере Крыма, да, один из депутатов стал именно выходец из другой страны, который потом был, получил рождество России. Да, 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 абсолютно верно, да, и причем от КПРФ. Да, 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 это действительно. Ну, может быть, взгляды близки. Нет, я просто говорю, что есть атмосфера Крыма, которая привлекает к себе и иностранцев, есть хорошая доброжелательная среда именно среди студентов, то есть здесь у нас нет нетерпимости к другим религиям, к другим нациям и так далее, то есть поэтому вот все это способствует тому, чтобы действительно образование иностранцев развивалось. И я думаю, что это будет еще больше к нам приедут студентов. Именно почему? Потому что вот откроется у нас многопрофильная больница высокотехнологической медицинской помощи, следовательно, мы сможем обучать здесь на более высоком уровне, опять же, медиков, если мы говорим именно узкоспециализированные направления. И не исключаю, что будет мобильная активность студентов, то есть даже вплоть до того, что иностранцы, которые обучаются, ну не в Москве и в Питере, но в других промышленных городах, будут приезжать сюда для того, чтобы получить образование. Почему? Потому что, ну, появляется база для образования и появляется другое дело, это климат. Климат Крыма очень мягкий, он благоприятен для многих иностранцев и так далее. КФУ не сидит тоже в стороне, мы не ждем, пока они просто приедут. Сегодня мы активно общаемся с Китаем, ездят туда и наши студенты, и к нам приезжают группы, то есть происходит такое общение. Буквально сейчас провектор по международной деятельности Юшенко Сергей Васильевич находится с визитом в Вьетнаме, то есть мы там тоже настраиваем такие свои, или восстанавливаем отношения, то есть поэтому, знаете, векторы поменяли с запада на восток, и там устанавливаем свои основные связи по обмену студентов, по подготовке студентов. Сергей Васильевич, вот самый, мне кажется, главный вопрос для иностранных гостей, для иностранных студентов, вот качество и, так сказать, насколько вот презентуется наш диплом, котируется в других странах. Вначале смело сказали, все отлично, вот прошло годы, вот есть уже определенный опыт, что они уже говорят, допустим, наверняка вы поддерживаете связь с какими-то студентами, которые отправились уже домой, уже работают, как помогает им это образование, есть ли какие-то примеры? Ну, опять же, говорим о том, что в большинстве случаев это студенты с восточных стран, там диплом наш признается, да, в некоторых странах необходимо пройти процедуру признания диплома, то есть поставить апостоль, так как и у нас по некоторым зарубежным странам эта процедура установлена на законодательном уровне. Каких-то отказов или негатива обратной связи мы не слышали, у нас два года подряд проводился форум иностранных выпускников Крымского федерального университета, это вот уже и в 2018 году, и в 2017 году это происходило, и будет в 2019 году такое мероприятие. Там встречаются выпускники с разных стран, они подтверждают, высказывают слова благодарности за те знания, которые они получили в Крыму, за атмосферу, в которой они обучались, и они же, в принципе, являются нашими основными, ну, можно так сказать, агитаторами, да, то есть или рекламщиками, да, то есть прообразовательного процесса, который происходит в Крымском федеральном университете, и они таким образом помогают нам привлечь дополнительных студентов. Мне кажется, это лучший результат, когда как раз таки мы видим, что ребята не то что продолжают ездить, они хотят все больше приезжать на полуостров. Самая лучшая реклама. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам в гости. Напоминаю, что у нас был в гостях Сергей Додонов, проректор по приоритетным проектам Крымского федерального университета имени Вернадского. Тем временем предлагаю сейчас перейти к рубрике «Новости из интернета». Последовав примеру своих друзей, этот мужчина решил вспомнить детство и покататься на тарзанке. Вот только забыл соотнести длину веревки и амплитуду колебания. Вот тебе и наука, физику важно знать в любом возрасте. Удар правый, удар левый, переворот. Настоящие бои без правил проходят не только на арене, но и на полках продуктовых складов. Правда, когда битва закончится и победитель определится, хозяину магазина придется вызывать санэпидемстанцию. Как оставаться бодрым на работе? Одни вовремя ложатся спать, другие литрами пьют кофе, а этот парень танцует. Интересно, что за песня играет в его наушниках? Один бутерброд, второй, третий, а потом, как Винни-Пух, не пролезешь в дверной проем. Это видео не просто смешное, а и мотивирующее. Мол, вот что с тобой будет, если будешь есть по ночам. Наверное, надо работать мойщиком окон несколько лет, чтобы достигнуть такого уровня профессионализма. Это вам не газеткой стекла протирать, только плавные движения руками и никакого мошенничества. Знаете ли вы, что крокодилы из семейства кошачьих? Вот вам видео доказательства. Просто поглоти ему шею, и он замурчит. Правда, для этого у вас должны быть стальные нервы и отсутствие инстинкта самосохранения. Думали, пробки бывают только на дорогах? А вот и нет. За год у причалов порта Амстердама швартуется около 900 морских судов. Властям города пора задуматься о создании новой профессии – морского регулировщика. Хочешь прокатиться с ветерком на кресле? Зачем ждать, пока кто-то его запатентует? Сделай все сам. Вам понадобится круглая доска, пластиковый стул, два огнетушителя и щепотка креативности. А тем временем, не поверите, что я сейчас расскажу, по Петербургу бродит бесхозная лошадь. То есть она пытается попасть в трамвай, в машину, в маршрутный транспорт. Видимо, устала ходить и хочет доехать. А тем временем, по-моему, она хотела, если конкретно, сесть в троллейбус. И видео вирусное стало моментально, просто разлетелось по интернету, когда в центре культурной столицы, страны, берет такая красивая лошадка и пытается занять свое место, а кондуктор говорит, но-но-но, не сегодня. Причем в правительстве Петербурга нет какого-то определенного конкретного алгоритма действий, если вдруг они увидели лошадь, и она бесхозная, что с ней нужно делать? Они, кстати, уже неделю решают эту задачу, что с ней делать, потому что действительно животное оказалось... Хозяин так и не объявился, и вообще непонятно, откуда она взялась и что с ней делать. Какие действия были предприняты? Значит, они взяли эту лошадь, да? На содержание ее необходимо в месяц 50 тысяч рублей. Мне кажется, человека дешевле содержать. Ну, я бы так не сказала. Нет, ну, это, конечно, там, можно и человека на 50 тысяч рублей в месяц содержать. А если он еще подрабатывает, так вообще просто... В общем, детей заводить недешево. Наболевший вопрос для Димы, по-моему. Тем не менее, по улицам к русской столице уже продолжает гулять Саша Аконанов. Плавный переход. Он ни в коем случае к лошадям не имеет никакого отношения. Да, коллеги, я продолжаю далее путешествовать, и прямо сейчас я нахожусь в частном секторе. И хотел бы обратиться к гражданам вместе с МВД России, я хотел бы обратиться к гражданам с просьбой быть осторожнее с незнакомыми людьми, как по телефону, так и входящими в жилище. В Симферополе участились случаи мошенничества, поэтому соблюдение простых правил – это ваша безопасность. Если вам звонят с сообщением, что ваш родственник попал в полицию, или что вам необходимо назвать какие-то данные своей банковской карты, или что на вас поступила какая-то жалоба или штраф, вам звонят с неизвестных номеров, то ни в коем случае не делайте этого, не переводите никуда деньги. Это мошенничество. И также ни в коем случае не впускайте в свой дом посторонних людей. Сейчас участились случаи, когда люди под видом сотрудников жилищно-коммунальных предприятий заходят в дома и пытаются таким образом выманить деньги у пенсионеров. Обязательно сообщите своим родственникам, если они у вас есть, о том, чтобы ни в коем случае они не пускали их. И обязательно проверяйте, проверяйте удостоверение. Но я так скажу вам, что прежде чем кого-то впустить, лучше позвонить в это ведомство и узнать, проводится ли действительно такая проверка. Если же проверки такой нет, обязательно сразу же сообщайте в полицию обо всех подозрительных случаях. Если вы пострадали уже от действий мошенников, то непременно сообщите по телефону 102. Помните, чем раньше вы сообщите, тем раньше найдут злоумышленника, который, возможно, еще не успел скрыться. Обязательно будьте бдительны и берегите себя. На этом мои стримы подходят к концу. Передаю вам слово коллеге. Спасибо, Саша. Но на самом деле много полезных дел можно придумать себе прямо с утра, особенно если у тебя есть режим, и ты начинаешь уже планировать заранее, какие дела, в какое время ты успеешь сделать. Особенно замечательно, когда в этом времени есть время для уединения с любимой книгой. Ну или с какой-нибудь очень важной и актуальной. И, кстати, о книгах. Дальше тему продолжит Стефан Филатов. Несмотря на то, что телевидение и интернет охватили все сферы жизнедеятельности, чтение остается не менее популярным времяпрепровождением, чем раньше. По результатам социологического опроса 80% россиян регулярно заглядывают в книги. Стимуляция умственной деятельности, укрепление памяти, развитие творческого потенциала. У каждого читателя есть свои причины для того, чтобы раз за разом открывать новые литературные вселенные. Я читаю больше научно-популярной литературы, но, скажем так, в школьные годы я очень много читала художественные и, наверное, прочла все классики. Говорить о пользе чтения можно долго, однако об одном из главных его положительных свойств мало кто знает. Многие регулярно испытывают чувства, о природе которого никогда не задумывались. Гул машин затихает, звон голосов умолкает, все становится второстепенным, стоит только открыть книгу. Чтение помогает абстрагироваться от рутины и повседневности, с чем одинаково хорошо справляются как бумажные, так и электронные источники знаний. Мне помогает это расслабиться, уйти от проблем, от работы, забыть какие-то семейные неурядицы. Большинство книгачев считают, что это происходит из-за переключения внимания, и они правы, отчасти. На самом деле этот механизм работает комплексно. Читая книгу, человек отождествляется с героем и проживает те конфликты, которые у него есть внутри, познает себя с других сторон. Происходит выработка новых механизмов защиты у человека, и он погружается в этот мир, и входит такое полутрансовое состояние. За счет этого мы достигаем релаксации. Старину об этом чудодейственном эффекте знали хорошо. В Египте и Риме была распространена библиотерапия. Место, в котором хранились книги, называлось «аптека для души». Здесь грустные находили повод для радости, а грубые невоспитанные со временем менялись к лучшему. Если у вас не хватает времени или мотивации для того, чтобы начать читать, на помощь придут аудиокниги. Они позволяют знакомиться с литературными произведениями, занимаясь спортом или даже выполняя рутинную работу. Немаловажно и то, что этот процесс не нагружает зрение. Стефан Филатов, Алексей Семенов, Руслан Хохлов. Утро нового дня. А я бы последнюю книжку читал, называется «Пиши и сокращай». Очень полезная в работе и вообще для всех людей, которые просто имеют дело с письмами и вообще с текстами. А я уверена, что очень много книг читают наши следующие гости, которым сейчас отправлюсь, и потом вернусь к тебе. Но все потому, что им нужно живое воображение и развивать его. Доброе утро. Доброе. В гостях у нас сегодня Александр Гончаров, автор и актер команды КВН «Полуостров», Крымского федерального университета имени Вернадского, и Тимур Асанов, автор и звукорежиссер команды «Полуостров». Доброе утро. Я знаю, что у вас в последнее время много достижений. Давайте вы о них и расскажете. Хвастаться надо? Хвастаться. Ну, конечно, а где, как не здесь. Ну, наверное, главным, самым объективным достижением, которого достигли, ну, наверное, не только мы. Мы просто стали теми, кто его показал. Это, наверное, большая работа всего Крымского КВН. 21 сентября состоялся, наконец-то, эфир на Первом канале. То есть Крымский КВН опять вернулся в плоскость КВН телевизионного. Мы приняли участие и успешно выступили, остались в эфире, несмотря на то, что было больше 20 команд. Сколько в итоге прошло в эфир команд? 15 команд попало в эфир. Вот, причем все команды, которые там были, это команды-участницы так или иначе высшей лиги. То есть это достаточно серьезный фестиваль. Он считается одним из самых престижных вообще КВН. И то, что мы там были, для нас это очень круто, для Крыма еще лучше. А для ВУЗа, который мы представляем, очень приятный бонус от того, что они поддерживают КВН в Крымском федеральном университете. А сколько человек в команде? Должно считать. Надо считать. Плавающий состав, потому что у нас есть основной костяк, состоящий из шести человек. И есть люди, которые нам периодически помогают. Это наши реквизиторы, наши администраторы, наши гримеры. Иногда привлекаем дополнительно певцов под задачи, которые, ну, необходимы. Прямо на месте, где игра состоялась, там мы шли. Ну да, вот последняя игра, которую мы играли, полуфинал телевизионной первой лиги, нам помогала местная казанская инстаблогерша. Вот. Навряд ли она смотрит этот эфир, да. Но, тем не менее, тебе привет. Спасибо большое. Объясните мне, как придумать клевую шутку? Ну, ты же не проснулся такой, думаешь, ага, вот пошучу, а я про, не знаю, вазу чайную какую-нибудь. Это долгий путь превозмогания, и он очень сложный. Вы коллективно садитесь. Ну да. И думаете. И мучаемся. Или, допустим, может быть, каждый себе накидал вечером такой, сидит за ноутбуком. Ну, это в идеале, но так не происходит. И приносит, и вы обсуждаете. Как вообще пророждается этот процесс, потому что я от КВН далека, ну вот, и мне очень интересно. Ну, очень хорошо, когда каждый приносит, это все обсуждается, ну, так делают многие команды, но у нас так не получается. Вот, мы собираемся и начинаем что-то из себя пытаться сделать. Как живем, так и шутим. Да, да. Как говорит Александр Васильевич. Как вы готовились к своему выступлению, которое вот произошло? Если говорить про Светлогорск, про Голосящий Кивин, то подготовка была достаточно масштабная, большая. Мы не рассчитывали, что мы вообще получим это приглашение. То есть туда не попадают команды по собственному желанию. То есть туда попадают только те, кого решил пригласить непосредственно Александр Васильевич или редакторская группа. Вот. Мы получили приглашение, в отличие от многих команд, лишь в июне месяце. То есть до игры оставалось там полтора месяца, но все бросили и... Готовиться. Да, и начали готовиться. Там необходимо было подготовить 10-минутное выступление. Есть специфика фестиваля, он музыкальный. Он проходит в курортном городе Светлогорск, в Калининградской области. Поэтому нам было интересно готовиться, потому что мы одна из немногих команд, которые могли показать свою курортность. И поэтому сквозь призму Крыма мы и шутили. Тоже было бы играть тематические шуточки, да, для нашего крымского? Ну, потому что Светлогорск новый курорт, курорт, в котором плюс 15 градусов летом и вода не превышает столько же. Поэтому для зрителя было интересно наше выступление, потому что мы приехали прямо из реально курортного региона. Вот. И, то есть, ну, подготовка заняла около полутора месяцев. Это была подготовка в Крыму, это была подготовка отдельно в Москве. Это потом был длительный период редактур просмотров, показов Александру Васильевичу непосредственно в самом Светлогорске. То есть, ну, такой большой, да, процесс. Сейчас игру, полуфинал первой лиги. Это телевизионная лига, которая готовит команды к высшей лиге. Вот. Тоже около полутора месяцев заняла подготовка. Но она была у нас немножко разорвана, потому что, так как наша команда является сейчас, по мнению некоторых людей, не по нашему эгоистичному, вот, является неким хедлайнером крымского КВН. У нас было много мероприятий просто этим летом после Светлогорска. Ну, глашали, конечно, да. Ну, была Таврида, был фестиваль Юмор Кэмп, который проводился на Тарханкутии. Поэтому чуть-чуть график подготовки к первой лиге это немножко сбило. Фестиваль был музыкальный. Как звук готовите? Звук как готовите? Конечно. Я знаю просто, насколько это трудоемкий процесс, где нужно точно, конкретно заранее готовиться. Ну, самая большая проблема – это выбрать отбивку. Мы долго это обсуждали. Ну, потому что резидентная карточка, по сути, даже иногда ругались. А так, ну, как, мы подбираем музыку под ситуацию. В зависимости от конкурса. Пишите сами или где-то на ресурсах, на просторах интернета? Что-то заказываем, что-то сами находим. Дальше. Какие у вас сейчас планы, к чему стремитесь? Вот, растете, вот, растете. Куда дальше? Ну, благодаря тому, что состоялся этот эфир, то есть мы поняли, что Александр Васильевич не против видеть нашу команду в телевизионном КВН-е, потому что уже у нас попытки были. В январе месяце мы отобрались из 500 команд в 20 претендентов в высшую лигу, вот, но там чуть оступились и не дошли до заветной мечты. Вот, в этом году мы опять попали в первую лигу телевизионную, там отыграли уже три игры, сейчас прошли в финал. То есть пока все складывается так, как должно быть. Кто может стать КВН-щиком? Вот, допустим, сейчас есть студенты, да, много очень первокурсников, второкурсников, еще кто-то. Вот для того, чтобы стать участником вашей команды, что нужно сделать? Для того, чтобы стать участником нашей команды... Вдруг кто-то супер-мега-креативный. Надо классно петь. Ищем. Ищем, да, друзья. Если вы классно поете... Да, приходите к нам в команду. Приходите на социальных сетях, мы вас послушаем. Есть у нас эта проблемная зона сейчас. Но на самом деле наша команда имеет некую социальную нагрузку. Мы занимаемся со студентами Крымского федерального университета. У нас проходит регулярный чемпионат Крымского федерального университета, студенческая лига, и мы смотрим. Мы иногда кого-то хотим на самом деле взять из молодых, но боимся, что мы человека вытащим из его коллектива, и этот коллектив распадется. А наша задача все-таки, чтобы после того, как мы там доиграем свои все этапы, чтобы здесь тоже что-то осталось. Поэтому просто разорять команды на талантливых людей мы сейчас не готовы, наверное. Ну, а, так сказать, из толпы они не появляются, да? Люди приходят. Проблема по времени просто. В бытность нашу, студентами, времени было как-то больше. Спасибо вам большое, ребята, что пришли к нам в гости. Желаем вам дальше творческих успехов и хорошего человека с голосом, который бы как раз-таки смог бы петь его здорово. Но тем временем предлагаю посмотреть сюжет про еще одного талантливого человека. Это радиолюбитель, о котором уже подробно расскажет Оля Литвиненко. Провода, приемники, транзисторы, антенны. По этой аппаратуре нетрудно догадаться, что хозяин комнаты, если не изобретатель, то любитель радиотехники. Для того, чтобы послушать музыку, мы ищем радиоволну в удобном для нас месте. Например, за рулем автомобиля, на гаджете телефона или приемнике. А Виктор Прессман оборудовал собственную студию прямо в Симперопольской квартире. Радиоцентр «Семь Костя Игрик». Это не набор цифры, буква позывной, которым пользуется Виктор. Его код знают тысячи радиолюбителей по всему миру. Океания, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Гавайские острова, Вьетнам. Не просто хобби, а своеобразный ритуал. Каждый вечер в свободное от работы время Виктор садится за пульт и включает передатчик. Сейчас мы с Виктором будем проводить радиосеансы и связываться с европейской частью России. Да, Виктор? Абсолютно верно. Что мы сейчас делаем? Мы в данном случае сейчас включили трансивер и настроились на частоту или попробуем в всяком случае сделать общий вызов, чтобы нас кто-то услышал. Выйти в эфир несложно, но на поиски сигнала может уйти от 3 до 60 минут. Мы вышли на связь в 13.20. Шансов обнаружить кого-то на другом конце земного шара практически нет. Рассчитывали только на соседние регионы, которые с нами в одном часовом поясе. За 10 минут нашего радиосигнала с нами на связь вышло два человека из Ростовской области и Луганской народной республики. Радиоцентр 7, Кости Игорь, для всех на приеме. Пара слов, обмен информацией о погоде или о каких-то мелочах. Главное не нарушить регламент, ведь тогда можно лишиться самого ценного лицензии и позывного. Разговариваем мы обо всем, за исключением о девушках. А почему девушки? Это запрещено радиорегламентом проведения радиосвязи. А о чем еще говорят мужчины? О многом аппаратуре, об антеннах. Или о музейных экспонатах, которых немало прямо в этой квартире. Например, этому японскому приемнику 83 года. Аппарат перешел к Виктору по наследству, как и этот раритетный 75-летний американский. Самый молодой приемник в коллекции – практически ровесник Виктора. И менять их на современные гаджеты радиолюбитель не планирует. Это не то, это просто общение. Ты проводишь радиосвязь. Ты общаешься, но ты при этом понимаешь, что ты находишься здесь, а человек находится там 9 тысяч километров. Даже крыша дома Виктора напоминает паутину с проводов, на которой повсюду антенны для радиосвязи. За техническим состоянием мастер следит сам. Конец 16-го года, начало 17-го года, после очень сильного ураганного ветра и обледенения у меня рухнула антенна. Это которая вот эта вот самая большая по площади рухнула. И я сам восстанавливал один, но это тяжело. Виктор ежегодно участвует в конкурсах по сеансам радиосвязи. В этом году он занял первое место, обойдя соперников из разных стран. От Аляски до Австралии. Главная задача связаться с наибольшим количеством радиолюбителей. За 31 час он провел максимальное количество таких выходов в эфир. 814. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро. Нового дня. А мы своего рода телелюбители, потому что наши зрители тоже, так сказать, далеко от нас. Большое спасибо, большое спасибо этому Эдемскому саду, а точнее филиалу Крымского федерального университета, в котором мы сейчас находимся. И более того, еще большое спасибо салону мебели «Фо Вилла» именно за то, что наши эфиры проходят в таком комфорте. Но, к сожалению, он уже подошел к концу, наш эфир. И мы обязательно к вам вернемся, но позже. А больше всего мы благодарны нашим зрителям. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»